Всем привет дорогие друзья! Очень часто мне задают вопрос, что если поставить завихритель? Вот сейчас многие рассказывают в интернете, есть очень много видеороликов в ютубе, а также просто подсказывают некоторые умники о том, что если там допустим в систему впуска установить завихритель, увеличится мощность, экономия топлива. То есть получается, что из-за того, что воздух завихряется, происходит лучше смешиваемость с топливом и всякое такое. Из-за этого улучшаются все показатели работы двигателя. Друзья мои, пожалуйста, не ведитесь вы на эту ерунду. Любая ерунда, которая находится в том месте, где проходит поток воздуха, она создает как бы дополнительное препятствие. Практически никакого завихрения воздуха не происходит. Любая эта штука всего лишь ухудшает прохождение воздуха во впуск. Таким образом получается, что воздуха не хватает. Не занимайтесь вы этой ерундой. Это равносильно, как магниты поставить на топливопровод, благодаря которым по рекламе молекулы бензина выравниваются в какие-то ровные рядки и лучше сгорают. Друзья мои, это все ерунда. Ни магниты не работают на топливопроводе, ни завихрители не работают, по крайней мере, в лучшую сторону для работы двигателя. Они только ухудшают параметры двигателя. То получается, либо обогащенная смесь, потому что топливо поступает такое же количество, либо топливо будет поступать тоже меньше, соответственно, мощность двигателя только падает от этого. Не слушайте, пожалуйста, всевозможных умников и не устанавливайте всякую ерунду на свой автомобиль. И тогда ваш автомобиль будет работать гораздо лучше и дольше. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно все объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Не ведитесь на всякую ерунду. Всем пока.